Паралимпийские игры в Токио. Уже завтра весь мир узнает, кто станет победителем мирового спортивного соревнования. Сборная России в общем зачете пока на третьем месте. На достойную позицию страну усиленно выводили и шестеро алтайских спортсменов. Это слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Легкоатлету Антону Кулятину чуть-чуть не хватило до пьедестала. Он стал четвертым в дистанции полторы тысячи метров. А Александр Костин в финале бега на 400 метров взял бронзу. Пловцам повезло больше. Артур Кубасов в финал Олимпиады выйти не смог. А вот Егор Ефросинин на стометровке брасом взял серебро. Великолепно. Готов Роман, говорим мы ему браво, уроженцу Горно-Алтайска, проживающему сейчас в Бийске. Букет из медалей привезет домой Роман Жданов. Бичанин, который и понесет знамя Паралимпиады, стал бронзовым призером на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. И взял два золота в комплексном плавании на дистанции 150 и 50 метров. Поставил новый мировой рекорд. Прошлый рекорд мира, к слову, тоже был его. Эмоции просто буря. Ничего до конца не доходит. Наверное, сознание придет, когда все-таки сейчас встану на пьедестал и надену себе эту медаль. Браво Жданов! Браво Рома! Вторая золотая награда у России! Пара Олимпиада почти завершена. В копилке российской сборной больше сотни медалей. Без учета одного дня соревнований, алтайские спортсмены внесли в копилку шесть медалей. Три бронзы, одно серебро и два золота. Маргарита Гартунг. День с толком.